Рекомендую покупать компьютерные игры только на steampay.com Самые лучшие игры по самым лучшим ценам, ссылка в описании Я купил себе и сестре, она оторваться не может, это же просто шикарно Я даже не дал ей свою игру, я и купил личную, потому что поддержать разработчиков нужно Они вкладывают каждый год на полную Это просто... То есть они душу вкладывают в игру, вот согласись, душу Это просто... этим можно брать и обмазываться, чувак Чуваки, вдумайтесь, этим мемасам уже более года, насколько же быстро летит время Насколько же оно скоротечно, казалось бы, я только вчера делал этот ролик Я дословно помню каждое сказанное в нем слово Я помню, как просил Серегу купить Nutella для кое-чего Помню все неудачные дубли, поезд дел бум Этот мем разошелся по всему интернету Он был во всех пабликах, во всех игровых новостях Прошел целый год За это время изменилось многое Изменился я, изменились вы, изменилась в принципе вся индустрия Но неизменам осталось лишь одно, и это Call of Duty Как была лучшей игрой в истории 12 из 10, так ей и осталось Если ты, сука тупая, с этим не согласна, то ты умственно отсталый ноу-лайфер из нижнего интернета По мнению Антона Логвинова Антон Логвинов, чувак, который недавно снял обзор на Call of Duty, который люди дизлайкали настолько сильно, что на следующий день он убрал статистику лайков и дизлайков Дизлайкали настолько сильно, что на следующий день он сменил оценку с 12 из 10 до 10 из 10 И самое примечательное, что во всех этих дизлайках Антон винит меня Но я здесь абсолютно ни при чем Я просто сделал пост в ВКонтакте, когда под роликом уже было полторы тысячи дизлайков к пятиста лайкам Я здесь ни при чем совершенно Армия из нижнего интернета Шевцов может гордиться, собрал всех умственно отсталых ноу-лайферов в стране Умственно отсталые ноу-лайферы в стране Все те, кто не согласен с вашим мнением, что новая Call of Duty, дословно его слова, лучшая игра в истории 12 из 10 Что за шовинизм, мать вашу? С вами не только я не согласен Три с половиной миллиона дизлайков под официальным трейлером Call of Duty Это второй по дизлайкам ролик во всей истории ютуба Оценки на метакритике, оценки в стиме Пол мира, что ли умственно отсталых ноу-лайферов Ну, серьезно Что за... Что... Что за чья срочность? 12 из 10 Лучшая игра в истории Что? Не согласен? Пошел нахуй! Ничтожный умственно отсталый ноу-лайфер ААААА Сука Окей, Call of Duty Infinity Warfare. Все вы знали... Блядь, это, кстати, не всё. Ему задали вопрос, а правда, что эта игра лучше Uncharted'а? И он ответил, да! Но это же пиздец! Каждая клеточка моего тела пропитана любовью к этой франшизе. Но насколько бы я не был пристрастен к этой игре, отрицать того факта, что это лучше Call of Duty за последнее время, я не могу. Да, в этой игре реально очень много всего исправили. И графен подтянули, и движок усовершенствовали. И озвучку нормальную добавили, и наконец-то Call of Duty вышла на уровень игр 2011 года. Если бы эта игра вышла 5 лет назад, то я бы утонул в оргазмах. Но сейчас играть в это и получать удовольствие можно лишь при условии, если тебе заплатили. Либо ты никогда не играл в игры в принципе и не смотрел ни одного боевика. По порядку. Графика. Я люблю говорить про графику. Не будем обманывать друг друга, все мы любим сочный графончик. Все мы возбуждаемся от полигончиков, и это правильно, потому что человек любит глазами. Большая часть позитивного восприятия приходится именно на глаза, поэтому графику я хочу оценивать первее всего. Эффект рвота и от текстур, как это было раньше, уже нет. Эти обезьяны наконец-таки более-менее сделали приемлемый графон. Приемлемый для уровня 2001... Ну ладно, 2013 года. То есть если раньше это был мезозойт, то теперь палеозой. Эволюция? Несомненно. Так сказать, ну конечно, палеозой, но... Такой крепкий палеозой, так сказать. Визуально текстурки стали круче. На расстоянии метров трех создается ощущение, что на игру не клали пипиську. Но стоит подойти чуть ближе и понимаешь, что клали. Никогда не подходив вплотную к текстурам в этой игре. Никогда! А разве плохая текстура делает игру хуже? Леша, ты в крае вонамасился. Ты не видишь ничего, кроме графона. Ты зациклен. Неужели текстуры сильно повлияют на геймплей и восприятие игры? Да, сильно! Я не могу положительно оценить эту игру, когда год назад вышла эта игра. Почему здесь даже боссанный листик в жопе карты выглядит сексуально? Конечно, если ты бедная контора, ты не сможешь сделать того, что сделали DICE. Но когда ты Activision и Nala у тебя больше, чем бюджет Украины, ты обязана делать как DICE. Повторюсь, графон очень сильно подтянули. Такого позора, как было раньше, теперь нет. Но все равно это не уровень 2016 года. Это не уровень компании, которая имеет столько денег. Мне неприятно платить свои деньги издателю, который экономит на мне. Activision имеет столько денег, что может купить половину африканских стран, но не может нанять толковых разработчиков. Что? Я не хочу говорить отдельно про сюжет, геймплей, атмосферу, потому что это коктейль из кала, мочи и блевотины. Ничто из перечисленного не достойно отдельного упоминания. Геймплей убогий. Пиу-пиу, катсцена, пиу-пиу, бом-бом, катсцена, нажми F, пиу-пиу, нажми F, катсцена, пиу-пиу, бом-бом, пиу-пиу. Это весь геймплей. Классика. В диком восторге от этой игры будет либо 13-летний школьник с умственными отклонениями, либо лысый журналист, которому заслали дохуя бабла. Третьих не дано. Сюжет. Колда в космосе. Чем эта колда отличается от других колд, тем, что это в космосе, а другие нет. Это просто охуенно. Главный герой, молодой Том Круз, который, лучше сядьте, потому что сейчас вы упадете, должен спасти планету. Спойлер, он ее спасет. Да ну нахуй! Главный злодей Джон Сноу, и он умрет. Тоже спойлер. Я вам обещаю, если вы поиграете в эту игру, вы никогда больше не увидите более неинтересного, безликого и беспонтового злодея, чем Джон Сноу. За всю игру он появляется буквально три раза, рассказывает, как он всех нагнет, и заканчивает пафосной фразой Марс вечен. ...фронта. Марс вечен. Мы придем к победе. Марс вечен. Не хватает еще кинутой зиги. Также в игре есть МакГрегор, король влажных фантазий и маленьких школьников, которые смотрят UFC. Activision сделали все, чтобы детишки грабили кошельки своих мамок ради новой части. Нельзя не заметить, как разработчики старались нафаршировать каждый квадратный сантиметр игры экшоном. Каждая минута что-то взрывается, падает, горит, и по идее это должно было производить впечатление, но нет. Тот, кто посмотрел два-три боевика, поиграл в одну-две Call of Duty, Кризис, еще что-то там, ему будет насрать на все это. Это штампованное зрелище уже никого не удивляет. Давайте что-то новое. Эра визуальных эффектов уже кончилась, людям это скучно. Мне откровенно хуево от той мысли, что в то время, когда есть такая игра, как Battlefield 1, кто-то играет в Call of Duty. Я полностью прошел эту игру, я потратил 13 часов своей жизни на нее, а это было сложно. В один момент я хотел все бросить, но мне посоветовали скачать читы для этой игры, и после них игра реально преобразилась в лучшую сторону, не шучу. С помощью читов я установил бесконечные патроны, бесконечный джетпак и периодически замедлял время, и это было фантастически охуенно. Вряд ли игру будет оправдывать факт того, что ее может реабилитировать читерские программы, но это неправильно. В целом, как вы могли заметить, после себя эта игра не оставила никакого следа, ее молча прошли и забыли. В топе твича она не появляется, что для Call of Duty просто катастрофа, никаких интересных фейлов с ней тоже не было, просто заурядная неинтересная Call of Duty. Прям скучаю по времени, когда поезд делал бум. Мне мама в детстве говорила, что я был любимым сыном, пример для остальных, заботой одарила, тепла не пожалела, и мной всегда гордилась, сильнее всех меня любила. И как-то ждала на перроне, с видами там стояла, она ждала сына, впервые всех встречала, но со слезами увидала, закричала, на колени вдруг упала, поезд делал бум, прости, мама. Поезд делал бум, я не вернусь, поезд делал бум, я не вернусь, мама. Я не хочу делать бум, делать бум, делать бум Я не хочу делать бум